Здравствуйте, туристы и милитаристы! Сегодня у нас практический тест умного ножа. Почему практический? Потому что мне нужно вырезать конкретную вещь. Несмотря на большое количество уже ранее сделанных заготовок, захотелось мне именно вот из этого полежка, зацените его толщину, забацать небольшую такую лопаточку. Безусловно я буду использовать клинья, потому что здесь лупить по вот такому вот именно диаметру не будет никакого смысла, но и клинья мы будем делать из этого же самого полежка тоже. Что еще хочу сказать? Все, поехали! Пока дождь не начался, потому что, скорее всего, случится это буквально совсем скоро-скоро. Здесь, кстати говоря, желание использовать клинышек обусловлено не только самим самой длиной клинка, но и еще тем, что спуски на ноже сильно вогнутые. Мне это нравится. В последнее время мы как-то редко с таким встречаемся. В основном идет предпочтение прямым спуском. Единственное, конечно, поторопился. Я сейчас не успел сделать локоть, надо было хотя бы чуть-чуть размять, а то чувствую, сейчас будет у меня веселье. Ну, тут двояко. На самом деле, с одной стороны, если говорить в двух словах, с одной стороны, звук идет такой, что у меня аж мурахи побежали. Конечно, вогнутые спуски, на мой взгляд, при какой-то именно ударной работе, они более уязвимы, чем прямые спуски. Даже вот сейчас я твердо достаточно деревяшку строгаю. И вот этот вот звук, именно которого он издается, это именно за счет того, я не знаю, как вот музыкальные какие-то термины, вот такое ощущение, как клиночек сам по себе камертонит. Назовем это так. Так, здесь это была очень злая, неправильная трещина через все полежка. Мне нужно все-таки найти возможность сделать эту лопаточку, что у меня в походном моем наборе была лопатка маленькая, и собака куда-то сделалась, куда-то она запропастилась. И теперь надо просто ей на замену вырезать другую. И вот чисто, как говорит, как любит говорить Саша Соловьев, разгоняем сферического коня в вакууме, чисто теоретически представляем, что никакого другого материала, кроме вот этого полежка, у меня при себе-то и нету. Здесь просто я объясню, здесь идет через все полено трещина. Мне нужно добыть более-менее ровную досочку, которая у меня пристрогает. и потом не пойдет. И не треснет просто. Ах ты же собака страшная. Ну уже, уже что-то. Вот здесь я надеюсь получить желаемую. Правда будет кривая, но зато красивая. Скажем так, аутентичная. И, к слову сказать, с точки зрения именно читинга, использования клиньев, я не считаю это читингом. Реально. Почему? Потому что если вы в каких-то живых условиях, где-то на природе берете и ломаете нож батонингом, это исключительно ваша личная проблема. Понимаете? То есть в этом плане, конечно, безусловно, лучше включать голову и те же самые клини в подмогу, если уж так довелось. Но я всегда говорю в таких случаях. Давайте начнем с другого. где в живых условиях у вас будет этот самый, как он называется, ням-ням-ням, полено, готовое полено. Нет, скорее всего это будет какая-то поваленная деревяха, потому что я исключительно призываю не губить живую природу. Вот здесь вот уже первая трещинка, нам ее нужно пройти и вот отсюда мы скорее всего и начнем. Аккуратно. Вот когда начинаешь делать какие-то аккуратные движения, нож конечно поет. Все-таки логнутые спуски это вам не это. Они действительно прям с такой деликатностью работают, скажем так. А то тут были на пикнике, надо было взять и пожарить картошку на вот этом походном моем наборчике. И смотрю, а лопаточка куда-то делась, просто где-то профунькал ее. И поэтому пришлось картошку перемешивать обухом от китежа. Чему я конечно был не рад, потому что я занимаюсь такой фигней. Ну и здесь суть в чем? В том, что в идеале сама по себе лопаточка, я почему не такую мизерную делаю, чтобы она вот в этот котелок в набор помещалась внутрь. То есть она должна быть очень аккуратной, небольшой. Надеюсь, что получится. Правда здесь уже трещина у нас имеет место быть. Ну тут уж как говорится, чем богатый. Идем и режем, просто вот режем первой третью клинка, снимаем слой за слоем, пытаемся эту лопаточку нашу сделать все-таки поделикатнее, потоньше. Вот так вот будет лучше. В сторону деликатности. В идеале конечно, чтобы она была такой толщины, чтобы спокойно можно было именно подцепить что-то, когда переворачиваешь, когда там перемешиваешь в котелке или на сковороде что-то, чтобы можно было это подцепить, не просто перемешать, но и снизу, со дна зацепить. Так, давайте здесь вернемся к рукояти. Мы ее просто вот так срежем. Сам по себе процесс изготовления вот такой вот маленькой аккуратной вещи из здоровенного полена, не знаю как у вас, он у меня вызывает улыбку, а может оставить на лопатке стеклобой, тогда она будет более тактической. Те, у кого руки растут не из жопы, я вас прошу особо сильно надо мной там не глумиться. Почему? Потому что я свое рукожопие заявлял многократно, совершенно официально, не скрывая. Звук слышите? Просто жесть. Как по стеклу. Даже вплоть до того, что я по звуку чувствую, что вполне возможно сейчас у меня будет просто-напросто какой-то скол. Но пока что все красиво, все замечательно, все как говорится зеркально. Так. Ну что? Так. Я пытаюсь вспомнить, по идее должна влезть, чисто теоретически должна влезть Но, конечно, мне не нравится, что, во-первых, дождь уже пошел Эх ты ж Ну и вот эта трещина мне не дает покоя Но, с другой стороны, сломается, вырежем новую, правильно? В чем проблема? Так, дождь пошел суровый, поэтому сейчас мы наколхозим здесь козырек Ну что, колхозил-колхозил, а вроде как меньше стало Надеюсь, что меня слышно, потому что я постарался оставить микрофон открытым Капли как-то стали реже падать Но, с другой стороны, сейчас ожидается, по прогнозу, довольно сильный дождь Поэтому я решил, что буду тестировать, пока не зальет к херам полностью всю площадку На самом деле, тут у нас один, ну, такой он не сильно знакомый Вот так, здороваемся Парень приходит сюда тренироваться неподалеку, на эту же площадочку Ну, там чисто физкультурная тема Вот, и уже сегодня даже с ним поговорили на тему того, что было бы здорово подкараулить тех, кто здесь гадит по вечерам, по ночам Потому что оказалось, что не только я, но и он уборку здесь территории постоянно производит за теми, кто тут приходит пивка попить и так далее Ну, это, конечно, печально Плохо мы воспитываем нашу молодежь Ну, скажем так Грубовато Толстовато Но С другой стороны Именно Такого формата Я не из тех путешественников, которые говорят Ты что, здесь же лишних 10 грамм Можно было бы, конечно, сделать фигурные какие-то вырезы Но по факту Лопаточка получилась Она, конечно, должна быть тоньше раза в три Если так вот, по-нормальному Но я думаю, что если я Из обычного Из обычной такой деревяшки буду делать Лопатку Тоньше раза в три То даже в два раза Она у меня просто в какой-то момент при обычной работе расколется То есть Именно Для Скажем так Для моего поюза Несмотря на ее Совершенно уродский, неаккуратный внешний вид Я думаю, что мне, скорее всего Этого Хватит Именно Следующий раз там картофан или еще что-то пожарить По крайней мере, это лучше, чем Корябать по дну сковороды Улучшителем Нож Был Невероятно удобный И здесь как раз таки Мне О! Все-таки лить начало Значит, не зря я все это делал И здесь как раз таки Очень В тему Оказались Именно вогнутые спуски Почему? Потому что Вот какая-то тонкая работа Аккуратные какие-то вырезы Они именно получались Как надо Ну давайте Буквально Чуть-чуть В тестовом режиме Как говорится Строганем Дубов Из Израиля Из Назарета От Ильи Берзона Я Кстати, говорят Он говорил про хороших Блогеров Забыл про Илью сказать Вот просто из головы вылетел И совершенно несправедливо Почему? Потому что Реально У него роликов мало Но очень ламповый человек Невероятно И его Очень-очень интересно слушать То есть Илья Спасибо тебе огромное За твой Ютуб канал Ну здесь совершенно Теткую Честную Дает нож Стружку То есть он действительно цепляет Как надо И Оливочка Оливочка Посмотрим По оливочке Посмотрим С трудом Но тоже идет Именно вот На всю Нет Оливку он строгает Хуже Хуже Много-много-много-много старых Каких-то укусов Было И нож просто вот срезал И слетал Как только добрался до самой деревяшки Получился совершенно нормальный Ровный Назовем это Соструг Так Чуть не воткнул в лопатку Тут бы я сразу же бы И Заплакал На самом деле Мастерская Ульдановых Делает очень прикольные Ножи У них Просто какое-то Космическое Разнообразие Сталей Этот у нас Из Н690 Значит Дождь ему сегодня Не помеха Хороший Фуллтанк Здесь Именно Ребят Основное Отличие В спусках Почему Потому что Есть Несколько Производителей В России Которые делают Исключительно Вогнутые Спуски И Честно говоря Нет Ну Ножи режут Что Что еще Как говорится Тут пожелать Ножи режут И Процесс идет Но я Не могу сказать Что это Какие-то Образцы Живого Искусства И так далее То есть В этом плане Там Как бы так Выразиться Дипломатично Немножко Они грубовато Сделаны Вот И немножко Требуют Заточки Вот Назовем Это так Здесь же Именно Очень хороший Уровень Исполнения При всем При том Что Меня кстати Удивляет Почему Как-то Так У нас Вогнутые Спуски Действительно Все Ломанулись В Конвекс Шмонвекс Посмотрите Как аккуратно После работы По Довольно Твердой Деревяшке Ножик Совершенно Спокойно Ровно И достойно Порезал Бумажку В общем Мастерская Ульдановых Молодцы Так держать И конечно же Побольше Им Моделек В модельный ряд Потому что Они в основном Делают классику Можно конечно Уже Тот же самый Скиндушник Запилить Чисто так Для разнообразия Там Или еще что-нибудь Я уже представляю Как будто бы Я веду беседу Знаете Ну Не обязательно Не обязательно Делать Как все Там Якут Или Какой-нибудь Нес 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 Чуть не сказал Нес Все Договорился Заговорился А так В общем и целом Действительно Замечательный Туристический Нож Ребятам Которые Ценят Вогнутые Спуски Вогнутые Спуски И дают Определенную Конечно Определенную Прелесть При работе По продуктам От всей души Рекомендую Спасибо за просмотр Всего доброго Увидимся Продолжение следует...